всем привет я вчера говорила что вечером наткнулась на статью на яндексе дзен я нарушение показываю заголовок этой статьи чтобы не посчитали это за рекламу вот в общем не знаю тут видно нет мелко на экране в общем смысл этой статьи такое что здесь приводится факт и это я так думаю что правда на днях почта россии попросила 85 миллиардов рублей из бюджета для развития собственной розничной сети в этих во всех почтовых отделениях это ведомство хочет переформатировать почти 80 процентов существующих площадей у нас и сейчас на почте даже и по-моему алкоголь продается вообще не понимаю как они лицензии получают тоже некоторые почтовые отделения ну там нет оборудованных складов там же не так просто фоткой торговать нужно выполнить существенный ряд условий так в общем здесь вот перечисляется почтовое ведомство планирует разместить на своих и арендованных площадях то есть у них не только свои помещения но и в аренде значит они хотят разместить продовольственные и промышленные товары алкоголь вот здесь тоже кстати три восклицательных знака стоит аптеку банковские услуги но они уже по моему есть у них там почта банк до кредиты обменный пункт так mfc то есть услуги телемедицину тут тоже три восклицательных знака но меня бы это напрягло почтовые услуги конечно ну как же это же их основное да основная деятельность образовательные и социальные услуги тут мне пока не очень понятно но в этом можно впихнуть простите за тавтологию невпихуемые в общем вывод здесь статьи сделан такой я бы не сказал что он неожиданный получается что для небольших населенных пунктов почта будет главным источником цивилизованных благ ну так оно и есть наверно дело в принципе хорошие вот потому что почта есть даже в мелких населенных пунктах но это обернется тем что мелкие предприниматели которые в глубинке как здесь пишут еще не добиты и федеральными сетями будут добиты родной почтой ну я не думаю что они будут добиты потому что почта все равно не сделает из своего отделения супермаркет и цены у них совершенно такие скажем не интересные потому что я иногда хожу на почту отправляю корреспонденцию я вижу там цены вот на те же продукты что мы покупаем они завышены очень завышены ну тут вот они разговаривают в статье еще пишут про то что значит государство настойчиво возвращает под свой контроль все заметные денежные потоки и значит не просто так в этой бы его купил долю у галицкого в магните я не думаю что тут все так однозначно скорее всего у галицкого чуйка очень замечательная и он уже чувствует что волна вот этой торговли розничной спадает и поэтому он избавился от сети своей розницы нож не до конца от нее избавился не все равно там остались какие-то активы вот ну у него сейчас игрушка не дешевле в руках он в команде усманова будет чипировать всю страну так как те они теперь хотят чипировать уже и одежду и обувь обувь уже под вопросом потому что с 1 июля вроде как вступил закон но он не работает потому что никто и к этому не готов казался аптечные товары лекарства потом что еще но водка уже понятно сигареты с 1 марта тоже и с 1 декабря парфюмерия косметика они хотели так что там еще там постельные принадлежности кухонное белье вот это все представляете полотенце до кухонные вот этот тряпочка пошитые русской области на нее еще нужно купить будет маркировку и установить ее я не понимаю как это все будет работать ладно в общем я отвлеклась мне меня в общем повергла в такое шок небольшой в общем вывод статьи мелкой торговли можно расслабиться она сама вымрет вот я конечно надеюсь что она сама не вымрет потому что все понимают что даже самый крупный супермаркет он не привезет все что нужно человеку вот такая статья интересная знаю кому-то может и скучно что вы думаете по этому поводу вымремо или не вымрем а кто знает наверное что мы это относимся у меня у мужа и п громким словом называемся предприниматели ой но такие предприниматели что в общем очень сложно сейчас заработать деньги в торговле очень сложно тем более в мелким в мелком городе в таком как у нас люди одни и те же доходы низкие конкуренция высокая работы нет все пытаются заработать торговлей вот и те кто давно в этом вот как мы например да у нас больше двадцати лет стажа то есть я и училась на это у меня экономическое образование поэтому я например не считаю себя случайным человеком в торговле вот но очень много людей которые пришли в торговлю из медицины из образования из других сфер то есть они учились в других университетов а работают вот тоже в торговле но у людей тоже я повторяю может призвание поменяться да ну что менеджер прирожденный закончил не тот институт очень посмотрим мы как тараканам и ко всему приспособимся и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok